Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас отличная погодка, и я решила записать видео-отзыв о сыроедении. Сейчас у нас сентябрь 2015 года, а начало я сыроедить в ноябре 2014, то есть это уже практический год. И в этом видео я хочу рассказать, что я приобрела, чего я избавилась, и вообще мои ощущения от сыроедения, и собираюсь ли я продолжать дальше. Сыроедить. На момент моего перехода на сыроедение я практически два года была лактовегетарианкой, и отказаться от мяса я решила из чисто этических причин. То есть для меня, я очень люблю животных, и для меня любить животных и есть животных – это вещи абсолютно взаимоисключающие. Это чисто моё мнение, я не хочу никого обидеть. То есть для меня отказ от мяса – это были прежде всего какие-то более лёгкие ощущения в теле, более свободно, более здорово. Но на тот момент я абсолютно даже не догадывалась о том, что это вредно для здоровья. Я не знала, и я не читала никаких вегетарианских книг, не состояла никаких вегетарианских группах, просто я не ела мясо, и всё. То есть для меня это было что-то такое естественный процесс. То есть я, честно говоря, не считаю, что не есть мясо – это какой-то подвиг, это какое-то усилие над собой. Ну для меня это не есть мясо, как, ну я не знаю, как не есть там джинсы, подушки, что-то такое. Ну это естественный процесс. Но как потом я узнала, что вегетарианство и просто отказ от мяса – это для здоровья, это очень мало, если речь идёт именно о здоровье. И пришла я к сыроедению как раз через болезнь. То есть я вообще до того, как я начала изучать литературу об этом, как мне случайно на глаза попалась новость о сыроедении ВКонтакте, в ленте друзей от моего знакомого, я вообще даже не слышала, что такое сыроедение. То есть несмотря на то, что я там увлекалась и здоровым питанием, и чистками, ну как-то вот вообще действительно не попадалась эта информация. Ну с одной стороны я, может быть, немножко об этом жалею, с другой стороны всё, что не делается, всё к лучшему. И вот меня часто спрашивают о том, как я перешла, что меня мотивировало. Ну у меня была достаточно серьёзная мотивация, это болезнь, гастроэзофагальный реакфлюкс гастрит, это официальный диагноз. На деле он выражался в том, что у меня были постоянные боли в желудке. После еды жёлчь почему-то выливалась в желудок, и она вызывала изжогу, и это был достаточно долгий процесс, что когда мне делали вот этот вот анализ, когда глотаешь вот эту вот трубку, то в желудке обнаружили уже кровь. То есть к тому моменту, это был как раз вот год назад, к тому моменту я не могла есть ни овощи, ни фрукты, ни какую-то такую грубую клетчатку, потому что это просто банально было больно. Вот, мне назначили кучу лекарств. То есть в аптеке, я вышла из аптеки вот с таким вот пакованом, то есть там были и таблетки, и всякие суспензии. Мне нужно было есть таблетки до еды, мне нужно было принимать таблетки во время еды и после еды. И действительно, на время приёма таблеток мне действительно стало легче. Вот, но тем не менее, я вот всегда внутри понимала, что таблетки, это только, они только убирают симптомы, но они абсолютно не убирают причину. Когда я спрашивала у врачей причину, ну почему же так произошло, почему у меня болезненные ощущения, почему у меня изжога, почему у меня желчь идёт в желудок, а не туда, куда ей нужно, там в тонкий кишечник, никто мне не мог дать какого-то чёткого, вразумительного ответа, кто там меня направил на УЗИ, чтобы посмотреть, как там желчный в строении, может у него какое-то врождённое, неправильное. Ну в общем, чёткого ответа нет, и поэтому я продолжала искать в интернете разные народные способы лечения, которым я всегда была изначально очень лояльна, но ничего кроме травок, настоев, но единственное, что чисток, я ничего такого не нашла, к сожалению. Ну вот, и мне было на самом деле страшновато, когда у меня заканчивались мои таблетки, страшновато, что эти симптомы, вот эти вот удручающие меня очень, они вернутся. Вот, и я случайно в интернете, в контакте увидела у знакомого парня в новостях, что какой-то пост о том, что он сыроед, и я у него спросила, что такое сыроедение, то есть у меня в голове даже, ну у меня не было, конечно, ассоциации, что сыроедение, что это сыр, то есть люди едят сыр, вот, но у меня было ощущение, что люди едят там, я не знаю, сырую картошку, там сырые баклажаны, ну в общем, какие-то такие вещи очень невкусные, возможно даже сырое мясо там или сырую рыбу, что в общем-то не полезно для здоровья есть, и я его доставала вопросами, он мне рассказал, он мне посоветовал почитать книгу Дугласа Грэма, 80 диета, 80-10-10, и рассказал, что он кушает, рассказал о своих впечатлениях, которые меня тоже очень мотивировали, о его ощущениях на сыроедении, вот, и я буквально за день прочитала эту книгу, и на следующий день я решила попробовать, если честно, это мне было страшновато, вот, но меня, я очень много читала отзывов в интернете, я бы сказала, что процентов 90 это положительные отзывы, и они меня очень мотивировали, люди избавлялись от гораздо более серьёзных и долгих и тяжёлых заболеваний, чем я, вот, кстати, очень большие молодцы, я очень благодарна людям, которые делились своей информацией, выкладывали фото, видео, рассказывали, как это им удалось, Так что я всем рекомендую прочитать вот эту вот книгу Дугласа Грэма, это врач с больше чем 20-летним стажем, он из Америки, книга называется, как я уже говорила, 80-10-10, и там очень простым и интересным языком описано вообще, что такое сыроедение для нашего организма, там объясняются биологические, химические процессы, но, честно говоря, для меня вот эта вот теория, причём что наука на данный момент, она не сильно изучает тему сыроедения, и на самом деле я думаю, что, наверное, наука изучена, наверное, процентов 10 из того, что у нас происходит, а то и меньше, наверное, из того, что у нас происходит в организме на сыроедении, поэтому тем, кто хочет вот этой вот теории, химической, биологической, можете её почитать, можете найти другие книги в интернете, например, Академика Уголева «Теория видового питания», для меня вот этой вот мотивацией служило, что сыроедение — это очень естественный процесс, у меня как будто занавес открылся, как я раньше этого не понимала, что животные кушают своё видовое питание, то, что им природой предназначено в пищу, почему же человек тогда не кушает то, к чему его организм больше всего приспособен, то есть по видовому питанию мы существа плодоядные, то есть наше естественное питание — это живые плоды, вот, и для меня как будто, ну, это настолько я эту информацию приняла вот душой и телом, для меня это настолько естественно и логично, что, в принципе, докапываться до каких-то там химических, биологических концепций мне не нужно, я просто вот теоретически и на своём личном опыте я прочувствовала, что когда я кушаю зелень, когда я кушаю овощи и когда я кушаю фрукты, то для меня, для моего кишечника это просто, для моего ощущения это вот самое-самое лучшее питание. Вот, про переходный период скажу, что да, было страшновато, я не знала, что это такое, но мне помогали книги, мне помогали отзывы, мне помогало просто общение с людьми в интернете, и те, кто более опытный в этих делах, и я могу сказать, что из каких-то побочных эффектов было, что у меня было несколько дней, может быть, под вечер слабость, было такое, было, что я достаточно, это можно посмотреть по моим фотографиям, сильно похудела, вот, но я думаю, что это всё, это всё проходящее, и была немножко сыпь на лице, но ничего такого серьёзного я не могу сказать у меня, то есть в целом я понимала, что это переходный период, что это просто нужно пережить и всё. Были навязчивые желания съесть халвы, съесть казинаков, съесть лаваша, но опять же я понимала, что это всё чисто происходит в моей голове, то есть это какие-то такие вещи, к которым я привыкла на прошлом питании, и я понимала, что главное не оставаться просто голодной, главное иметь под руками там яблоки, морковки, какой-то помидор, огурец, чтобы ты это скушал и просто забыл уже о том, что тебе хочется. Вот, и значит, где-то, может быть, через недели 3-4 у меня абсолютно ушли вот эти вот мои симптомы рефлюкс-гастрита, то есть не было ни жоги, ни боли, я помню, я в течение многих лет просыпалась утром с какой-то такой неприятными ощущениями в животе, они ушли, ну я не могу сказать, что они ушли там в один день, но вот постепенно они проходили, и до сих пор их нет, и я уверена, что их и не будет, то есть я абсолютно без лекарств избавилась от этого рефлюкс-гастрита, у меня перестало быть вздутие в животе, в кишечнике, я стала чувствовать себя лучше, я стала чувствовать себя легче, приятнее, у меня перестали выпадать волосы, у меня прекратилась молочница, и кожа стала намного, вот на всем теле, не только на лице, такая более мягкая, более гладкая, вот она перестроилась, ну это может быть, наверное, спустя где-то полгода, у меня исчезла, у меня была небольшая сыпь на лице, у меня даже, может быть, ну, наверное, здесь на видео не видно, но у меня остались небольшие следы, как у спинки, но теперь кожа абсолютно гладкая, нет никакой сыпи, вот, это то, от чего я избавилась, а приобрела я более глубокий, здоровый сон, я стала легче засыпать, я стала легче просыпаться, вообще энергии прибавилась, и вообще, вот, я бы сказала, что перестроилась полностью, вот, сознание, ну, в сторону экологичности, в сторону какого-то взаимодействия с природой, взаимодействия с миром, так что для меня ощущения на сыроедении, они самые лучшие, я буду продолжать сыроедить, я даже не знаю, что может произойти, чтобы я от этого отказалась, это как будто вот это то, это уже как бы часть меня, это настолько естественный процесс, что я думаю, для меня от сыроедения только положительные ощущения, но я хочу сказать, что сыроедение бывает разное, для меня самый оптимальный рацион, это тот рацион, который на 95% состоит из зелени, из овощей, из фруктов, именно вот в такой последовательности, но я опять же повторюсь, что это только моё мнение, может быть, кому-то помогают там масла, может, кому-то нравится зелёная гречка, там, овёс пророщенный, но для меня зёрна, орехи, сухофрукты, они были частью диеты, более большой частью диеты, только в переходный этап. Сейчас, вот мы недавно купили мощный блендер и делали сыроедческие роллы из наполовину пророщенной гречки и из пророщенного семени льна, и для меня это было настолько тяжёлое уже питание, настолько мне тяжко от этого стало, что я понимаю, что наша самая лучшая еда – это мои салаты и фруктовые салаты, зелёные салаты, то есть это самая лучшая лёгкая еда, которая только может быть. Вот, ещё я бы хотела дать совет не есть за 3-4 часа до сна, и я бы сказала, что это, ну да, иногда бывает ощущение голода, когда ты ложишься спать, но в принципе это очищает разум, это освобождает желудок, то есть ему не нужно во сне заниматься перевариванием пищи, и когда на ночь ты ложишься с пустым желудком, то утром встаёшь, ну, более бодрым, более свежим, вот, поэтому, ну, вот, единственное, что я могу порекомендовать, потому что можно сыроедить по-разному, и я понимаю, почему у некоторых не получается сыроедить, вот, просто очень много людей мне пишут об этом. Ну вот, спасибо, что досмотрели это видео до конца, надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если что-то вам, если что-то я не досказала, то напишите мне внизу в комментариях, если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Юлия Леночкина. Всего доброго!